Десять лет журналистских побед. В Новосибирске состоялось награждение лауреатов конкурса Сибирь ПРО. Это премия межрегионального масштаба в сфере журналистского мастерства. Десятки номинаций в различных сферах печатной, электронной и интернет-журналистики принесли своим авторам победы, которые присуждались экспертами конкурса. В номинации «Герой нашего времени» самой яркой, по мнению экспертов, стала работа Елены Мамонтовой и ее авторской передачей «Персона Грата». Общаясь с героями своих интервью, рассказывает журналист, невозможно оставаться беспристрастной, как зачастую требует профессия. Есть люди, по-настоящему меняющие окружающий мир своей деятельностью. И неважно, артист ли это районного дома культуры или воспитатель в детском саду. Создавать серьезные произведения искусства в глубинке гораздо труднее, чем в столицах. По разным аспектам. От финансирования до тех, кто рядом. Но тем не менее, эти культурные вершины берутся. Эти люди становятся героями. И на самом деле, если бы их не было, то как могла бы продолжаться наша жизнь в таких маленьких городах, как Тара, о котором ведется речь в моей программе, где всего лишь 25 тысяч жителей. Главной темой юбилейного конкурса стал курс на импортозамещение, определенный президентом России как долгосрочный государственный приоритет. А лучшие работы в области медицины призеры получили из рук губернатора области. И когда вы показываете длинные очереди узкому специалисту в течение месяца, не могут люди попасть. Это мобилизует чиновника, власть принимать решения, принимать меры. Но еще дороже, может, сами даже не оцениваете, когда вы показываете профессионалов, врачей, хирургов, педиатров, людей самых разных направленностей, но люди, которые борются со здоровьем, спасают жизнь. И этим самым вы только добавляете уверенностью в жизни простых людей, которым от недуга никто не застрахован. И вот когда он видит эти ваши сюжеты, видит тех людей, профессионалов, людей чутких, человечных, профессиональных в своем деле, они уверенны себя чувствуют в жизни. Поэтому спасибо вам. Журналисты правы в оценке тех событий, которые они оценивают. Хотелось бы, чтобы оценка этих событий была более предметна, более актуальна, более профессионально выдержана. И журналист, прежде чем брать тему, должен эту тему знать глубоко. Потому что с наскока поработать с какой-то темой очень сложновато. Поэтому это можно только взять вершки, а корешки останутся нетронутыми. За десятилетнюю историю в конкурсе «Сибирь.Про» приняли участие более трех тысяч авторов. И за все время реализации проекта на суд экспертов было предоставлено почти 10 тысяч журналистских материалов в 130 номинациях.